Всем привет и мы продолжаем FFA сериал на шестерых, в котором я играл за инков, а сама игра проходила в рамках моего второго FFA турнира. Если вы смотрите сериал не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на весь плейлист появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ну, в данном случае, конечно, то, что у меня откроет, прикольно. Попичи, просто эту науку отжирали обратно. Так, маяк, колосс. Так, тут как раз 2, 5, 8 библиотек, я смогу нацколледж построить. Так, здесь у нас... Не, нафига, у меня еще один каргашип. Давайте-ка... Здесь маяк, наверное. Так, хотя, может, каргашип действительно я отправлю из столицы сюда. Потому что этот город более перспективный в плане производства, чем мачо. Так, заусно, объявляю войну, да? Да. Существу привычки не стрельну. Ой, напомни, я потом сгину и заключить мир, который я забуду. Генуя. Ну, с ней. А, египет. Ниндзя за египет играет, да? Нифига себе. Еще и первым слотом. А ниндзя вообще хоть одно чудо построил? Прикольно. Кстати, Египет частенько в тундре появляется, между прочим. Не знаю, почему. Почему? Да. Да, долго, все. Киликон, только микрофон отключи, чтобы мы тебя там не слушали. Все, не мешай. Я, главное, я учусь, я тоже учусь. Мамка пришла. Мам, я свою работу благодаря учусь, да? Ладно, бывает. Вот ты сегодня учился, ты вчера учился? Вчера я вчера учил. Ты приехала из Москвы для того, чтобы... Нет, мне приходилось, чтобы не играть, пожалуйста, не мешай. Ты вчера, чтобы не играть, пожалуйста, не мешай. Я очень разозлюсь, если... Мама, не мешай. Ты бы на кнопку поставил бы, что ли? Так я поставил на кнопку, нет? Не-а. Ну, видимо, мама подошла и нажала, и... Не-не-не, я на кнопку, наверное, поставил. Видимо, не сработало, просто я вскоре теперь игрался. Она просто ругалась. Я вчера играл 10 часов в этом партию. Придется тебе, Инг, помогать мне в войне против варваров. А что это тут за фигня такая? Да, разграбили мне, сволочи. Караван, что ли? Да. О, ищи. Вот у меня тоже. Обидно получилось, обидно. Вот странно, я с Хоу Мэйм до начала игры как раз пришел по поводу кнопки, он мне объяснял, что я настроил. Интересно. Куалумпур художника, Генуя, хочешь, чтобы я Сирию встретил. Ну, Генуя и так моя. Ифи этот лагерь, Ереван тот. Хотя, Ереван я бы хотел бы помочь. Ну и валетта, соль. Можно вот с австрийцем, конечно, поторговать крабиками. Так, вообще, надо пойти лучше ума чуть-чуть пообрабатывать. Ой, блин. Вот так игры проигрываются. Мне отправить караван на один ход, это очень, очень плохо. Низя, можешь самым скаут издвинуть? Низя, скаут, а можешь издвинуть? Тише, он с мамой разговаривает. Так это я и спрашиваю. Тот, кто с мамой разговаривал. Ладно. В общем, не прошла шутка, как я понял. Слушайте, пишите транслитом. Следующий ход написано. А. Мне кажется, проще кому-нибудь переводить, потому что транслит написать дольше и менее понятно, кто не привыкся. Да, транслитом очень такое непонятное. Да, не знаю, вроде нормально. Мне, из-за видимости, пугался, что к нему так же придут, и он, короче, решил говорить. Да, блин, шо ж тут все рожает и рожает. Блин, боюсь я. Кто хотел со мной меняться, я злус. Это говорил... Нет, это говорил о сирийце. Замечательно. Все хотят. Но о сирийце нечем, я гляжу, поэтому... На следующий ход будет, хлопок, тебе. А, что мне делать? Я тебе уже предложил. Прямо сейчас. Кстати, надо конюшни в тивонарку очень неплохо будет. Ну как, относительно. То есть ты мне тогда специально ни с кем не менялся? Или кто-то не менялся? Ну я предлагал свой обмен вина с черта сколько. Я его обработал, я думаю, так на 30. Да, я с тобой обменялся. Да будет, на мой взгляд, честно. Ладно, потом меняться будем. У меня тут прям такие тепличные условия для развития. То есть ко мне, собственно, до фрегатов в принципе никто не может прийти. Потому что если австрийц пойдет на меня, например, то его злуз вынесет. Поэтому я тупо иду по верхней ветке. Сейчас религию себе построю. Универы. Чеченицу заберу. Я еще и первый по науке. Хотя я первый осирийц. Но он дешевый и тихий там открывает, понимаете? Парфенон. Прикольно такое понесло. Море под Гену и такая кишка прикольная. Под Гену ей. Генуя. Так хочется ниндзя-то вы этот караван разграбить. Ну, а ты фарваровую маяку спела, Джош? Чего? Мы, что-то я не заменил, а кто спел трещу-то наклепать-то? Ну, я перед колоссом построил маяк. Круто. А что, зачем тебе маяк? Я построил чисто морские чудеса. Чего ты это? Чего начинается вообще? У меня город на море есть. У меня есть город на море. Что, вот этот Гондор? Да, это же город. То есть ты в нем хотел построить, да? Когда у меня столица на море, все ясно. Ты жадный. Я не жадный, я шучу. Ты жадный. На самом деле, я очень часто, когда у меня столица на море, забиваю маяк, потому что строю обычный, чтобы побыстрее было попробовать. Потом оказывается, что типа надо еще велики строить. Да, ну я тут, конечно, пока отъелся неплохо. Так, как раз два хода и нацколледж. После нацколледжа надо все-таки будет поставить город. Четвертый. Блин, а может Катманду лучше идти захватить? Блин, вот это херово. Откуда эти варвары пошли? Это очень хреново. Если так, все равно три. Ай, блин. Ну, вообще, тут было бы лучше, наверное, маяк построить, но амбар в данном случае важнее, потому что можно караваны посылать. Так, что тут у Зулуса могу я уже пройти, наконец-то? Блин, а встрицы уже с кем-то всеми солями торгуют. Ну вот, блин. Так, традицию закрыть. Дальше, конечно, эксплорейшн, потому что у меня все города на море. Ой, я ж мог тут пройти, тут же холм. Так, где тут столица ниндзя? Ой, это я зря. Зулус, шестидесятый ход. Ну, замечательно. Че, мы продлеваем или как? Ну, не знаю, насколько ты хочешь продлить. Австриц боится. Австриц, вон, армию. Ну, теперь я готов, типа, только 10 предоставить. Интересно, Зулус такой странный пантеон на джунгле? У меня тут столько джунглей, на самом деле. Ну, ты хаврабатываешь-то сейчас сколько, а потом тебе вера придет. Ну, когда я... Так у меня на той расчет, что скоро он перестанет работать. Пока мне культурку попит. У меня одни, соль одна. В смысле, ты что, со всеми? Не торгуешь уже, а у тебя же четыре штуки их. Нет, ну, я только две обработал, одно отдал. Ну, дальше обработаешь просто, чтобы сейчас уже поменяться. Чтобы мне быстрее. Это он уже не слышит, что я говорю, чтобы мне валет скорее стало моим дружбаном. Что он еще хочет? потребовать дань с Ереваном, но это вряд ли. Он будет давать мне юниты. Он отступает, слава богу. Да, я караваны запустил, поэтому у меня пища. Так, нацко лишь четыре хода. Вам, кстати, повезло, у меня тут две горы всего лишь. То есть, у меня мои террасы, к сожалению, не фонтан будут. Ну, зато у тебя дороги полухалярные и прочее такое. Так, где-то сирийцом Алматы еще. Да, надо Катманду брать. Ну, в принципе, неплохой город. Жалко, конечно, компьютер его не подгон... Ну, как неплохой? Похуже, похуже, чем вот эти мои. Ну, компьютер кривовато поставил. Получается, до этой рыбы он не дотягивается и до этой рыбы не дотягивается. Но он лучше, чем, например, я свой город поставлю, где вот тут. На мессералку потом придется когда-нибудь, наверное, ставить. И у него есть меха. То есть, хотя бы уникальный ресурс. Так что, видимо, надо четвертый город не ставить, а захватывать. Может, или поставить четвертый. Все-таки будут бесплатные акведуки. Эти. И этот, как и он. Время счастья, конечно. Ну, я в средневековье. Так, надо строить Аюсофью. Так, где тут Ассириец? Куда поселы ведешь, Австриец? Слушай, ниндзя, тут у тебя вот около моего скаута варвары. Не хочешь там лагерь зачистить? Он подождет, пока лагерь заберет Коломбо. Так что, Ассириец, куда я ведешь всего посела? А, я послушал. Ну, да, там, правее, да. Кириманджаро он ведет, скорее всего. Ну, кстати, в лотевую вену перехвалили, она такая. Именно старт, в прошлом лоте такое себе. Так. Так. Слушайте, а я же могу тут, Катя, повырубать леса. Я вижу бешеную урожайность у инг. Да, я запустил караваны. Да, и я послушал. Не знаю, зачем я убиваю этих варваров. Наоборот, Австрийцу помогаю. Так, откуда тут приплыли? Понятно. Смотри, мне надоел твой разведчик, который у меня подстарицей бегает. Я сейчас убиваю. Ну, только в следующем ход. Пошли разбираться. А, нет. Ну, вот тут, по-моему, я могу спокойно. Нет, все равно. Минус еда и плюс продукция будет. Нет, пожалуй, не буду я вырубать. Так, значит, Ереван... О, я Еревану защиту не пообещал. Ереван хочет все еще этот лагерь. Так. Ифи хочет этот. Я не могу ничего это сделать. Куалумпор художника. Ну, это в будущем. Стоим тут. Перекинем в мачо. Тут три хода. Надо вот это вырубать. Видите, у меня тут два холма. Так. А в Тиванаку после Лайтхауса... Блин, я вот не знаю, ставить мне тут четвертый город или идти Катманду захватывать. Мне почему-то хочется четвертый город поставить все равно. Надо, видимо, следовать своими желаниями. Так, пока не могу отправить, видите, караван. Может, еще по Тиванаку тут построить, сплавать. Давайте, наверное, не здесь, а в Тиванаку еще одну Тиванаку. Нет, это войскаут рискует от 100-100. Потому что границы там уже такие очень мутные. Скоро замкнулся. Блин. Появится лучник и убьют мне всех юнитов. Леша, не боишься, что кто-нибудь придет строить армии? Нет. Ты видишь, как у меня производство? Тут дело в том, что я в холмах и с великолепным производством. Так что чувак, пришедший ко мне с армией, он, конечно, там что-то поделает, но потом расстроится. Да и австрийцу идти ко мне, имея под боком Зулуса. Сомневаюсь. Так, ну что, как я и говорил, мне убили копейщика. Кто там? Лучник появился? Нет. Вот, блин. А, понятно. Так, математику я открыл. Ну, мне бессмысленно строить висячие сады, потому что они будут всего лишь шесть. Ну, как бессмысленно? С другой стороны, они дадут бесплатный сад. У меня-то нету... Кстати, может построить? Ну, важнее пока религию принять. К сожалению, с этого момента не записались голоса моих соперников, поэтому до конца этой серии я буду разговаривать с какими-то воображаемыми людьми. И, к сожалению, звуки общения с соперниками вы не услышите. Ну и, соответственно, не записался звук игры. Прошу прощения за это. Попробую пробежать. Да, тут у меня уже мусорные клетки обрабатываются на самом деле. Ух ты. Выжил. О, валет-то мне юнит дала. Отлично. Поставил все-таки австрийц. Ну, вот отсюда ему, конечно, на меня нападать есть резон. Давайте попробуем сады на всякий случай. Потому что, ну, они бесплатно дают здание, которое увеличивает рождение великих людей. 23. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS — это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampo, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. 0.506. 0.506. Это видео традиционно. Это видео традиционно. 2GIS. Углево. Углево. 5GIS. 5GIS. 8GIS. 8GIS. Кстати, а кто-нибудь вышел еще в Средневековье, кроме меня-то? Нет, никто. Прикольно. Мачу-Пикчу надо урывать. 212. А, ну да, 212, 212, 212 и 202. Поставлю я все-таки, поставлю четвертый город. Продолжение следует... Не вовремя родился этот варвар, конечно. Слушайте, а с Аттолом что-нибудь можно сделать? Или он как давал 2 еды и 1 производство, так и будет давать? И все, да? То есть, его не обработать, ничего? Тут сверху, походу, не проплыть и снизу не проплыть. То есть, мимо, только в ту сторону, если плыть. Возможно. Так, тут надо контролировать австрийца. Давайте сплаваем, посмотрим. О, тут что-то есть. Интересненько. Ну, то есть, типа, вот тут город ставить, да? Не очень. Это не очень. Интересно, кто-нибудь строит сады? Эфиоп не строит. Австриец не строит. Египет, к сожалению, не видно. Австриец. Ой, зачем, блин, я что-то... А, нет, я проплыву. Кстати, вот когда океан в ваших границах, то можно проплыть. Так, отойду пока. Мачу-пикчу в Тиванаку построим. Так, я вообще всем уже тут защиту-то пообещал. Есть защита? Есть. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще только три города-государства я не нашел. Да. Пятнадцать это круто. Ну, где-то они есть, наверное. А как в России? А, у нас... По-моему, полтора у нас в Беларуси. Ну, во всяком случае, когда меня призывали, так было. Может, сейчас что-нибудь изменилось. А, ну, образование... Не, так, блин, если у тебя есть военная кафедра была, так ты вообще там, по-моему, три... О, началась жара. Не, с военной кафедрой там все равно какие-то сборы должны быть. Не ругайся. Спасибо, что одобрил. Я думаю, понравится Килико, но нет. Сижу, выбираю. Но мне, вот это ему не очень. А вот это возьму. Блин, может помочь Зулусу колясочками-то, а? Как думаете? Четыре хода сады. Попробуем сказать, может, там... У ассирийца города на воде стоят. А я-то не в курсе. А сколько городов Зулус поставил? Три города через воду. Ну, посмотрим. То есть, сможет он продавить... Австрийца. Ну, по-хорошему, это у Зулуса единственный шанс, судя по местности. Так, в госслужбу. То есть, надо нам еще и чеченицу попробовать. А, я как раз ее не открыл, да? А, ну, через три хода у меня будет. И Барабудур надо в обязательном порядке, конечно. Ну, что, я уже тут не пройду. Ну, что, я уже тут не пройду. Вообще, мне еще и этот нужен. Оракул. Оракул даже больше, чем чеченица. И Барабудур мне надо распространить все на... На все вот эти города, на свои, на австрийца, чтобы моя религия давила. Походу, ассирийцы на море. Оракул даже больше, чем чеченца. Ну, что, я уже тут не пройду. А у меня где-нибудь компьютер Кстати, я уж могу дороги по холмам построить Вообще бесплатные Надо этим воспользоваться Ну как, ну да, бесплатные Блин, да что ж я Вот это я ненавижу, когда А, ну вот тут мне советую Я вот уже хочу тут поставить, в принципе Ладно, пойдем Ненавижу, когда я не тем юнитом хожу Нет, здесь город не надо ставить Блин, тут надо уже клетки покупать Потому что следующий житель какой-то Ну будет просто Две еды Обрабатывать То есть просто кормить сам себя И ничего больше Вот эти наши клетки Блин, куска, конечно, будет жирным городом Такая жиробасина Отъетая Не, походу не на море У ассирийца тоже Блин, Оракул все-таки построили Жалко Ну, попробуем чеченицу тогда А может и на море Ну, вот этот город не на море Я, по-моему, третий заходил В плане Ну Это если Спрашивать То есть только если Ниндзя и Киликон строят Сады Тогда я могу не успеть Что, пришел Навалял тебе кучу под твоим городом? Не понял Откуда у тебя ученый? А, ты с воли Понял То есть ты закрыл волю И что у тебя ученый делал? Что ты его не посадил? Только сейчас закрыл В общем, надо, видимо, будет Походу арбалетами Надо будет выносить австрийца Похоже Похоже, золус не особо тянет Да, только все ниндзя строят Сады Я, к сожалению, их не вижу Не вижу его город Тогда Печалька Отлично Блин Ну вот это Это жопа Пускай хоть на этого нападает Не знаю Блин Надо построить Юнит Так, что у нас дальше? Дальше Дальше у нас давайте производство Физику Пойдем Пойдем Ладно Коровок А, у Осирии Виктория Ясно Ясно Так Значит, что у нас по чудесам У австрийца Эльдорадо и Келеманджаро У Египта кратер Беренджера и у Осирии Виктория Пойдем Так, что мне надо? Мне бы жемчуг и меха У кого-нибудь есть? У ниндзи кость Вино у Эфиопа Хлопок у Осирии Давайте с Осирией торговать Просто надо же еще Понимать О, он сам предложил Че ж надо понимать Великон просто хочет, чтобы ему денег дали Кто от этого будет лучше развиваться? Ага, Ниневия Где ж тут города Осирии? Явно на воде все-таки Но мы так широко все стоим Откровенно Ну, кстати, может захватить поселенца Но он поведет его вот сюда вот куда-то в лагерь И Меня это не особо пугает Меня больше пугает, что он меня будет тут грабить клетки Это мне меньше нравится намного Так, ну и что там дерутся? Радостные Я третий по армии Второй по производству На, он все-таки на этого напал Ну Пофигу Так, что у нас тут? Тиванаку Ну вот, уже стало два яблока Обрабатывать Ну, наверное, надо купить Ну, сразу на один ход Меньше Нафига я тут Ходил вот сейчас дуболомом, если я мог просто его поставить лечиться Так, чеченица, барабудур Да, тут уже очень много левых клеток обрабатывается, к сожалению У меня не хватает рабочих Так, давайте-ка мы в Мачу-Пикчу Рабочего лучше Тут вот хорошо Когда у вас есть клетка Ну, к сожалению, вот эта клетка снегом И ничего не приносить уже не будет Но когда вы ставите город на клетку со снегом Она начинает приносить два яблока и одну еду Так что выгодно в этом плане Блин, все-таки построил эфиоп чеченицу Ну, я недолго ее строил, прямо скажем Так, где там лагерь? Так, у меня уже несчастье пошло О, у меня крабы больше не присоединены Блин, а у меня их до хрена Ой, блин, еще тут метколуки начались Так, раз, два Вот еще два крабика Видимо, тут надо лодку Да, и рабочие Вот уже начались у меня проблемы роста Останавливаюсь потихонечку Нужно счастье Так что то, что я пошел прямо В Ноттердам Это верное решение Так, полечимся Десять Еще где-то два Города-государства Да, ну, блин, у меня тут тепличные такие условия Прямо развивайся не хочу Вот столица Сирии Так, тут ничего интересного Вот я шесть городов сейчас обращу Тиванаку Катманду Алан-Тайбу Мачу Линц Хотя, нафига Линц Давайте Куала-Лумпуру Веллингтон О Еще надо дороги мне проложить У меня, конечно, будет связано Можно связать точнее И Этими Как его Портами Но у меня-то дороги практически ничего не будут стоить То есть, вот раз, два, три А тут вообще ничего То есть, содержание три Четыре Так, откуда тут он плавает? Где лагерь? А, вот он Да, есть на море город Ладно, встанем пока тут в защиту Так, что там Мэфиопа с городами Я думаю О, у него пять уже городов Ну, я думаю, что Катманду Мне надо будет брать Какие тут еще? Или Куала-Лумпур Блин, ну, понимаете Куала-Лумпур отбивается Вот приходят Люди, да И отбивают его у меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сидеть, стену построил Так, могу мастерские строить Собственно, чем и займусь Ой, не-не-не-не Сначала, конечно, барабудур Ну, в общем, все, что я хотел узнать Я узнал Надо вернуться Вот встать тут Чтобы тут лагерь не появился Кстати Ну, Зулус же еще Воюет же, я надеюсь Он Да Зулус С австрийцем воюет Ну, я уже вижу, что Крепостью ты отъел У него две соли У кого в плане оборону В Австрии все хорошо? А что тут Такие Равнины? Ефиоп, если ты вот дальше своим скаутом пойдешь Я тебе войну объявлю Что тебе надо? И как это должно на меня повлиять? Я сказал А, ну, раз тебе надо То иди, да Вот так Блин, опять я не... Я ждал такого ответа На мой ответ Так Так Барабудур Мачу-пикчу Фига себе Четыре религии Ну, ефиоп так нехило распространяется Уверили Да, ну, мне Барабудуру поможет Со своей стороны распространить Что взял Сириец Буддизм Просто он тут близко ко мне Так мне интересно Счастье Мечети Тундра Продолжение следует... Продолжение следует... Че это... Че это... А че это ты объявил войну Австрийцу? Че ты вой... Да нет, там как по Египту Не особо удобно На Австрию нападать Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, дороги... Да он уже явно не успевает просто... Я думаю, он там отстал По развитию... Продолжение следует... 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 Как раз ровненько 10 клеток давило немного. Поставил бы чуть правее и всё. Эфиоп, то есть ты не понимаешь, да, слов? Или ты пытаешься как-то меня обмануть? Что ты убежал? Ты пытался пройти все равно. Мне не нравится, что ты разведаешь территорию. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Чуть-чуть на воду, пожалуй. Ммм, блин. Ммм. Ммм. Мм.